И всем привет, друзья! Это новый влог, и все та же я, и моя семья. Кто впервые сегодня на моем канале, давайте-ка по-быстрому познакомимся. Меня зовут Лейла. Я замужем, мама двух замечательных мальчиков. Проживаю в городе Грозно и веду свой канал о нашей жизни, о своем быте. Делаю различные распаковки, снимаю простые рецепты, делюсь какими-то советами, своим мироощущением, настроением, ну и в целом снимаю будни в нашей семье. Кстати, напишите в комментариях, откуда вы, чем занимаетесь, семейное положение, сколько вам лет и как вы вообще наткнулись на мой канал, будет интересно почитать. А еще в обязательном порядке напоминаю вам подписываться на мой канал, дабы не потерять. Я, кстати, сегодня проснулась просто в отличнейшем настроении за окном. Там замечательная погода, тепло. Хотела отправить Берса в школу, но он очень просился остаться. Думаю, ладно, хорошо, оставлюсь сегодня дома. Это все же такие маленькие радости жизни по себе. Помню какое-то бывало счастье, когда с утра говоришь, мам, ну можно сегодня один разочек остаться дома, и мама тебя оставляет. Так вот, я оставила его сегодня дома, и решила сегодняшний день полностью, всецело посвятить своим детям. Давно еще Берсу обещала повезти его в парк аттракционов, как потеплеет. И так вот, сегодня решила это сделать. Начинаем мы наш день с вкуснейшего завтрака. Сейчас приготовлю им блинчики, накрою красивенько во дворе, позавтракаем, и ближе к обеду отправимся в город. Мы друг за друга, я за тобой. Чувствую силу твою, я стою, как за каменной стеной. Мои мысли чисты, здесь нет волн, только жди. Меня за руку крепче, возьми и доверяй, береги, береги. Чистота и глубина, как вода Байкала. Запах в нашем доме для меня, запах края, правда и тишина. Ты моя накроя, это моя семья. Даже если землю, покрою дожди, солнце растворится бездонной ночью. Я чувствую, что свет изнутри, это любое солнце. Меня переполняет радость от чувства, что впереди целое лето. И мы только в самом начале, даже не скажу, что впереди целых три месяца лета, с учетом того, что у нас и осень бывает достаточно теплой. Можно сказать, все четыре, а то и пять месяцев тепла. Мы только в том, что в этом году мы сняли, без ясного неба, салого берега, альба Америка, вышла на гору вода наисков чека, черно-боровая, сама белая снега. С нашего берега, на дальше по рекам, по одни на русах, два человека. Скоро рассветый звук, кто едет на снега, теплая, как наше лето. Чистота и глубина, как вода Байкала Запах в нашем доме для меня Запах рая, правда и тишина Ты моя на краю, да моя семья Даже если землю покроют дожди Солнце растворится бездонной ночи Чувствуешь свет изнутри Оттарем, что озаряет восьми Чистота и байкала Чистота и тяга Купящего от байкала Купящего отеля Не каждый день Не каждый день Толеткать Субтитры сделал DimaTorzok Этот город самый лучший город на земле Он как будто нарисован мелом на стене Нарисованы бульвары, реки и мосты Разноцветные веснушки, белые банты Этот город просыпаясь смотрит в облака Где-то там совсем недавно пряталась луна А теперь взрывают птицы крыльями восход И куда-то уплывает белый пароход Этот город не похожий ни на что вокруг Улыбается прохожий и за пять минут Помогая человеку верить в чудеса Распускаются фонтаны прямо в небеса Я не знаю, где еще на этом свете Есть такая же весна Я, пожалуй, опущу попутный ветер И останусь навсегда Голубые тротлары, синие цветы Ярко-желтые трамваи, розовые сны Он как будто нарисован мелом на стене Этот город самый лучший город на земле Девочки, всем привет! Мы приехали с детьми на прогулку Сейчас покажу, куда именно Недолго думая, решили приехать Самое популярное место на данный момент В нашем городе Которое называется Английский замок На самом деле, это действительно сейчас самое такое Часто посещаемое место Это и туристами, и местными, и гостями, и письми Здесь и школьники, и выпускники, и фотографы И различные магазины фотографируют свои платья, товары Короче говоря, это Английский замок На самом деле, это бывший нефтяной научно-исследовательский институт Который был построен еще в далекие 1920-е годы Какой-то английской нефтяной компании Ну, то есть их представительство В нашей Чечне, в Грозном И, в общем, сейчас, получается Года два назад его реконструировали И доступен для посещения С недавнего времени доступен для посещения Года два назад его начали реконструировать В общем, сейчас я его вам покажу во всей красе Итак, значит, это вот входная калитка Вот весь сам двор Сам замок Находится он, кстати, в заводском районе Будете спрашивать Точный адрес я вам пропишу под видео Эски Справа и слева стоят вот такие вот старинные ретро-машины Как я говорю, сегодня здесь тоже очень оживлено Вот маленькие ветки Фотографы, видеографы Выпускники Симпатичный такой фонтанчик Все очень чистенько Красивенько И сейчас мы с вами зайдем и посмотрим Кстати, я забыла добавить, что он реконструирован Только частично То есть он не полностью восстановлен Вот, например, эти оставили нетронутым Я надеюсь, это так и останется Так, Берс уже, кажется, сорвался вон Пойдем, Берс, зайдем Пойдем Давай Давай, ручку Пойдем, Меч Тепло так сегодня Эски Такой красивый лиловый цвет юбок у девочек Наверное, это они просто так на фотосессию вряд ли они ходили бы в школу А ты уже заходил? Да Наверное, как видите, уже успел Везде Потом поближе пойдем, машины тоже посмотрим Заходи Давай Взяли с собой рюкзак, хоть он не страшный Потому что ветрено было, когда я выходила Я побоялась, что... Ну, так как мы планируем целый день гулять Побоялась, что к вечеру похолодает Поэтому взяла ветровки детям Смотри, написано руками не трогать Посмотрите, у моей свекрови... Ой, тоже есть такой старинный учук Знаешь, моя бабушка умела на нем играть А, я умею тоже Ты тоже умеешь, да? Понятно Но выставка, кстати, сама чеченская, не английская Вот, например, чеченский пояс женский Национальный чеченский женский пояс Детей дверка Детей это вроде бы серебро Дверка, ну типа ремень Серебряный ремень Так, девченский женский костюм Горянки в обязательном порядке Требовал дополнения в виде украшения Местные мастера-ювелиры Изготавливали традиционные женские пояса И нагрудники Пояс детей дверка состоял Исключительно из набора серебряных Пластинок, закрепленных между собой Шарнирами По мере надобности Легко можно было убрать Или добавить звенья С овальной, круглой, прямой пряжкой В общем, знаете, у моей мамы до сих пор есть Такой вот кувшин Только поменьше Тоже такой вот старинный Пойдем, Эсь Вер все хочет мне показать оружие Пойдем У нас тоже, кстати, была такая Папе кто-то дарил У меня даже фотография есть в нем Только в черном свете, кажется И такая же шапка Это же декистанская моя? Нет По-моему, нет Национально-чеченское платье Я не знаю точно, где по-моему Чеченская, если здесь все чеченское Представлено Да, ну, может, дагестанский тоже Я не знаю, честно Пойдем Вот, кстати, типа тот ремень Который смотрели Смотри, Берц Кинжал Знаешь, как на чеченском? Щальта называется Щальта Эськи ругается Девочки, посмотрите Это старый, грозный А именно Проспект Катырова Который я сейчас знаю Как проспект Катырова С высотными домами Совершенно другой Кстати, некоторые дома Которые там сейчас стоят Строил мой папа Ну, мой свекор еще в молодые годы А раньше он выглядел вот так Вот совсем иначе Посмотрите И назывался Этот проспект раньше Дворянская улица Вот Так, эта улица была сюда Назважно, наверное, более знаменитой Так, до 30-го года Улица называлась Дворянская Потом улица Ленина А в настоящее время Носит имя первого президента Денской републики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Шок А это Ресторан и магазин Океан Это я не знаю Но моя мама, наверное, узнает Проходите И многие А, вот До сих пор вот эти дома вот есть Это вам тоже проспект Да, Кадырово Эти дома вроде бы есть Ну, это, конечно, вот 80-е года Вот мы приезжали Свекор мне говорил Что некоторые из этих домов Я вам сейчас точно, чтобы не соврать Не скажу Вот строил он А это уже Грозный После войны Или во время войны Посмотрите Какой ужас Считался самым разрушенным городом Во всём мире А вы, девочки, смотрите Такие вот Ярко-розовые Юбки Кладки Даже не розовый А цвет фукси Выпускники Которые фотографируются На память Но которые через год-два Потому что друг от друга Даже не вспомнят Так оно бывает К сожалению Кто-то уедет Кто-то женится Выйдет замуж Новые знакомства Жизнь И всё Ага Ага Ай, какой красивый вид Ван, не кричи Эски Что? Что? Так Здесь булы Спокойно Пробы нефти С месторождения Чеченской республики Офигеть Как интересно Ничего не понятно Но очень интересно Станок-качалка Это что за звуки? Ага Каким-то Грузинский нефтеперерабатывающий Завод имени Ленина Вот здесь качали нефть Здесь искали И не нашли Нет Тут нет Сначала вам Показать Мой любимый стих Чтобы прочли Страшно? Нет Нет А мне, да Как-то не по себе становится Когда сюда становлюсь Это реально Сейчас где уж Это страшно Ага Реально страшно Лава, сюда Остань Ты останешься Сюда Лава, страшно Не наступай Не наступай Не страшно? Сильно Бер, сквозняк Лава, надеюсь тут вообще Находиться безопасно Ничего же не свалится Пойдемте Эски Нет, туда нельзя Мы идем наверх Пошли наверх Верс Навряд ли Можно садиться Мама Я докрел Ты докрел Смотри какой камень классный Давай я вас у камина сфоткаю Кстати, современные Грозные У нас есть такие песочные ссы Грозные Гигантские Шайба здания А это типа Грозный В будущем Я так понимаю Такого у нас еще нет Интересно Это не АДС восстанавливал Есть у нас Здесь такая Компания Строительная АДС Грозный Что ли Называется Ой, хочу тоже Тут сфоткаться Ой, как красиво Дед Я здесь хочу сфоткаться Я только Помните, говорила Безопасно ли здесь Находиться Посмотрите Вон Потолка Свалилась Ва Аллах Дел Получается Если бы там, например Стоял эски И на голову Это Очень даже опасно Пропало желание Продолжать Экскурсию По данному замку Капец Вообще Вот сейчас Ребята Тут стояли Фоткались Я ждала И вот тут Девушка Как раз Стояла Фоткала Ребят И свалилась Мерс Пойдемте дальше Пошли наверх Если там Свободно Сейчас Видишь Они до сих пор Там стоят Как мы поднимемся Я совершенно Не разбираюсь В машинах Девочки Не знаю Какая Какая Есть Вот мне кажется Вот это Красненькая Симпатичная Эсечка Нельзя туда Иди сюда Нельзя Пойдем Пойдем Симпатичная Нет Больше всего Мне нравится Вот эта Синяя Посмотри Вот это Красивее Да Эски Берс Как и я Фанат Пальм Говорит Сфоткай Меня Так Давай Становись Сфоткала Спрятала Сфоткала Сфоткала Там же Уже Ничего Нет Показать Ладно Я снимала Давай еще раз Я тебя Сфоткаю Ладно Отключаюсь Сфоткаю Сейчас Как будто Мы где-то За границей Пальма У меня Ассоциируется За границей Красиво Берс Пойдем Только Возьми Свою банку И выброси Вон там Как раз Есть урна Красивый Фон Мы приехали Кстати В цветочный Парк Я говорила Или нет Решила Поразлечь Детей Правда Эски У меня Заснул В машине Уже Время Обеденного Сна Я предполагала Конечно Что он заснет Нет Ты Аттракционно Ходишь А не сзади Туда Нужно Ити Прямо Прямо Вон Прямо Вот так Можно Ну вот Я же тебе Говорю Вот так Войдем Такой Вот Весь Парк Как Куда бы мне Эски положить Может на диванчик Диванчик, наверное, куда не почувствовать. Верс, готов? Там есть за что держаться? Да. А, всё, понятно. Ну, давай тогда. С-ки увидел батут, захотел. Я говорю, Бьеш, он один не пойдёт. Пойди с С-ки. Заплатила за обоев. По итогу С-ки не хочет. Вцепился в меня. Проснулся, кстати. Берс, куда ты ходишь? Куда. Так, можно пройти? Да. Пойдём. Берс, ему страшно, наверное, будет в закрытом. Да. Давай. Тебя. Давай. Молодец! Эськи, а где Берс? Где Берс? Смотри, вот тут есть горка, Эсь! Горка есть! Берс! Сюда! Сзади этих высоток находился цветочный парк. Оттуда, топая пешочком, мы дошли до проспекта Самбаева. Кстати, зонтики вернулись. Обратно повесили наши зонтики. Но как будто бы в этот раз они поярче. Или нет, или такие же. Дать тебе? Дать тебе? Хорошо, что я курточки, кстати, взяла, как я и сказала. Похолодало? Ну, не прям холодно, но уже вечерок имеется в виду. Мы зашли в Криспи перекусить. Взяли, типа, такой шаурмы. Называется. Как это называлось? Рингер? С куриными наггетсами. С Берсом. И такой вот мини для Эськи. Картошку фри для попить и на вынос. То же самое, что и нам, для папы. Мы собираемся домой. Моя совесть чиста. Я им сегодня не отказала ни в одной прихоти. Везде, куда мы собирались ездить. Съездили, побыли, посетили, покатались. На всех аттракционах, что мне сказал Берс, я ему ни в одном не отказала. Единственное, ему там один раз отказал сам человек. Имеется в виду вот этот, ну, который у аттракциона стоит. Сказал, что по возрасту не подходит. А так я ему разрешала. Какое красивое здание. Это театр юного зрителя. Недавно здесь было открытие. Очень красивое с этой стороны. Белое, а вон с той. Такого таракотового цвета. Вот. Всем привет. Это уже новый день. Готовлю сейчас очень поздний запоздалый обед. Все потому, что мы только сейчас приехали с Берсом с тренировки. У нас сегодня была тренировка по дзюдо. А до этого, что я делала? Короче, у меня полдня сегодня просто ушло на редактирование влога, который вышел примерно часа полтора назад. Скорее всего, вы его сейчас смотрите. В тот день, когда я выпускаю влог, я чувствую такую радость на душе, такое облегчение. Вот прямо груз с плеч. Как будто бы я выполнила какой-то нереальный план, сдала какой-то объект и могу выдохнуть и отдохнуть. Вот. Короче, я готовлю отбивные. Отбивные не простые, а такие вот из индейки. Так, сейчас фокус. Но я их не прям так сильно отбиваю, но так вот чуть-чуть. Не прямо тоненькие. Вот. И буду после жарить. Так, этот кусочек маленький. Жарить на грильнице. Она у меня как раз разогревается. Так, кстати, что у нас из нового. Сегодня наш тренер сказал, что с завтрашнего дня мы переходим, ну, мы, Берс имеется в виду, во взрослую группу. И теперь он будет, во-первых, заниматься бесплатно. До этого мы ходили в платную группу, ну, для маленьких. Во-первых, он теперь будет заниматься бесплатно. Во-вторых, теперь тренировки будут три раза в неделю, а не два. И тренировка теперь будет длиться не 40 минут, как обычно, а полтора часа. Я рада, честно. И Берс, кстати, очень обрадовался. Кстати, единственный минус, что в этой группе, внимание, 70 детей. Представляете? Вот. А в той, что он сейчас, где-то, ну, примерно 20. Но мне кажется, что так он быстрее как бы адаптируется, ну, как сказать, к настоящему, серьезному, взрослому дзюдо, короче. Так, девочки, долго мариновать не буду, потому что все голодные, все хотят есть. Так, я поперчила, посолила. Сейчас еще можно добавить... Где у нас тут? Соль. Ой, соль, говорю. Сухой чеснок. Так. И фабрику. Капелька майонеза. Девочки, вы просто себе не представляете, какой я вчера была уставшая. Вы, главное, очень хорошо отдохнули, погуляли. Я была очень счастлива в этот момент, но после того, как я пришла домой, мне понадобилось все. Мне до сих пор нужен отдых. Уверить, что у меня до сих пор ноги болят. За счетой прогулки, мы очень много чего топали пешком. Вот. И в целом прогулка наша была слишком длинная. В следующий раз нужно будет как-то разбить нам. Короче, так, это нам не нужно, это не нужно. Я как только переступила порог своего дома, секундочку, просто повалилась на диван. Ну, сначала я, конечно, переоделась, передела эски. Берс единственный. Вот Берс у нас не устал. У него энергии хоть отбавляй. Он сразу же попросился к своему двоюродному братику. Или же они на улицу пошли, я не знаю. Так, а что у меня выключилось? Секундочку. Он попросился обратно на улицу. А я вернусь вам. Вот я пришла намаз, переоделась, дала. Хорошо, что я взяла с собой, кстати, еду на вынос. У меня что-то выключается. Сейчас. Офорка. Я думаю, хорошо, что я взяла на вынос покушать. Потому что я не в состоянии была вообще готовить. Вот. Дала все, в общем, покушать. И просто завалилась на диван. И все это время я лежала вала. Как у меня болели ноги. Это просто ужас три. Вот. Так. Я сейчас буду резать картофель на пюре. Это у нас будет гарнир. Хочется что-то взять. Кстати, у Берса, у Эски по итогу тоже болели ноги. Я ему дала мурафен. Он прям вот так вот хватался за колени и плакал ночью. Дала ему мурафен. И он вот так вот заснул. Я поняла, что у него болеют ноги. Потому как они у меня болели тоже у самой. Но себе я ничего не сделала. Они у меня даже до сих пор болели. Мне до сих пор нужен отдых. Как-то так. Короче, я слишком старая, видно, для такой длительной прогулки. Эски слишком маленький для такой длительной прогулки. А вот Берсу было норм. Вот ему было все равно. Ничего у него не болело. А может, туда пойдем? А может, туда пойдем? Да. Даже после того, как мы приехали. Что ты хотел, Эля? Сейчас мама приготовит. Ты кушать хочешь? Сейчас, мама, дай. А так отдохнули девочки очень хорошо. Я пересматривала наши видео, фотки. Мне очень все понравилось. Подожди, подожди. Убери руку тут. А потом... Овощи я замариновала точно так же, как и индейку. Это будет вкусненько Тут у нас картошечка Нужно ее накрыть, кстати Девочки, скажите, пожалуйста Я же не одна с такой, скажем В кобычках, больной Эстетикой, которая нравится Вот именно так Я сейчас могу взять и переставить Эту миску в раковину Но мне нравится вот видеть такую картинку Типа здесь жарятся овощи Я так давно мечтала о грильнице Я вам говорила, мне очень хотелось Готовить именно так, вот прям как на картинках Тут вот грильница с мясом, с овощами А тут такая вот Типа грязная миска Специи, масло По-моему, очень даже эстетично Аппетит, так красиво Кстати, мясо у нас Практически уже готово Так, надо снимать со вспышкой Чтобы аппетит не было Подождите Мясо уже практически готово Сейчас уже буду доставать Поэтому я прямо к мясу Поверх отправила овощи Для того, чтобы Все вот эти вот вкусы Они сдружились Овощи сейчас пустят свой сок Мясо его возьмет, впитает И получится еще сочнее И вкуснее Как такое барбекю домашнее Сразу бери ложку побольше Чего? Чего? Чистота и глубина Как вода байкал А запах в нашем доме Для меня запахная Правда и тишина Ты моя накроя Это моя семья Даже если землю покрою Дожди Солнце растворится Бездунной ночи Чувствуешь свет изнутри Это любовь, что озаряет весь мир Мы друг за другом Я твой покой Замкнутый круг Наши чувства А твои уста Стали живой водой Так было пусто До встречи с тобой Как говорил Заратустра Ты стала искусством Меж небом Моим и землей Чистота и глубина Как вода байкала Запах в нашем доме Для меня запах рая Правда и тишина Ты моя накроя Это моя семья Даже если землю покроют дожди Солнце растворится Бездунной ночи Чувствуешь свет изнутри Это любовь, что озаряет весь мир